Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». У нас в гостях руководитель Рязанского туристко-информационного центра Екатерина Лукьянова. Здравствуйте! Здравствуйте, Галина! На днях ваш центр презентовал новогодний путеводитель по Рязанской области. Расскажите, что в него вошло, что там можно увидеть? В путеводитель вошли самые интересные программы, музеев, спортивных комплексов. То есть, как бы все то, что будет интересно туристам и жителям нашего города в период новогодних каникул. То есть, что бы они хотели посетить. То есть, мы поставили себя на место жителей и гостей и предугадали их предпочтения, так сказать. Как здорово! А как родилась идея и вообще первый ли раз она в Рязани? Ну, мы стараемся каждый год к новогодним каникулам подобное, то есть, выпускать подобный буклет. Он помогает нам самим также ориентироваться, да, потому что мы в новогодние каникулы тоже работаем. Вот, со 2 января наш центр открыт, поэтому как бы любой желающий может прийти и получить интересующую информацию. Это больше для гостей города или все-таки для жителей? Кому бы интересно? Вы знаете, мы постарались сделать так, чтобы угодить всем, и гостям, и жителям, да. Вот, собрали все самое интересное. Где можно увидеть, взять такой путеводитель? Взять путеводитель можно у нас в Туристском информационном центре на улице Почтовая, 54. Также можно в электронном виде скачать и распечатать с сайта «Рязани Туризм» нашего портала «Туризм и отдыхи» в Рязанской области. И именно вот для тех, кто приехал и разместился в гостиницах, то есть во всех крупных гостиницах, эти новогодние путеводители тоже представлены. Можно будет взять их. Отлично. Если говорить о городе, для тех, кто не может далеко выехать, вот что вы посоветуете, куда сходить? Наши городские музеи подготовили интересные интерактивные программы, мастер-классы, экскурсии, посвященные новогодней тематике, поэтому все желающие могут поучаствовать. Подробное расписание по времени и по дням можно узнать у нас на сайте или же в группах в социальных сетях. Ну и в любом случае в новогоднем путеводителе также это все представлено. Это традиционные музеи, там, художественные? Да, в художественном музее, в музее в Рязанском Кремле, в музее Павлова, то есть все возможные такие как бы экскурсии. В последнее время у нас открывается много новых музеев, вот они нам что-то подготовили интересное. Да, знаете, музей елочной игрушки вот у нас открылся в городе, то есть как бы, да, он рад встречать гостей, открыто, работает в полном объеме, подготовлены тоже интересные мастер-классы, интерактивные программы, затейливые, поэтому я очень рекомендую посетить. Я знаю, что есть еще аудиогид по Рязани, вот как с ним быть? Да, вы знаете, у нас работает постоянно, не только в новогодние праздники, аудиогид, шагая по Рязани, называется он размещен на платформе Easy Travel, то есть можно скачать приложение Easy Travel совершенно бесплатно, вот, и уже даже в режиме офлайн отправиться в путешествие по городу в сопровождении интересного, приятного голоса. Аудиогид на двух языках, на русском и английском. Также существует у нас аудиогид, работает, это Рязань Константина Пощупова, то есть тоже как для индивидуальных туристов, которые путешествуют на автомобиле, можно тоже скачать и во время поездки слушать интересные истории, факты из жизни Сергея Есенина. Помимо этого, также функционирует транспортный аудиогид для путешествий с железнодорожным транспортом, это Москва-Рязань, то есть все, кто к нам приезжают из Москвы в Рязань, также могут воспользоваться аудиогидом и послушать в дороге интересные рассказы по ходу движения, то есть как бы там привязка идет по населенным пунктам, которые мы проезжаем. То есть как раз по ходу движения рассказывают. И ближе к Рязани уже о Рязани все, получаем информацию, подготовленные туристы уже приезжают, да, нам приходится их уже дальше брать на себя в туристском информационном центре, где мы выдаем карту города или области, то есть кому что нужно, тоже совершенно бесплатно все. В туристском информационном центре, они же есть во всех городах, да, то есть если рязанцы соберутся куда-то поехать, есть смысл обратиться. Да, вы знаете, даже дело в том, что если рязанцы куда-то поедут, например, в Великий Новгород или в Нижний Новгород, то есть мы дружим со многими туристскими информационными центрами, да, они существуют во многих крупных городах, мы обмениваемся полиграфией, то есть как бы у нас есть такой проект «Отдыхай у соседей», вот, он помогает нам сориентировать туристов, то есть которые приезжают к нам по другим городам, то есть помочь им дальше спланировать свои поездки по России. Если говорить о туристах, кто приезжает в Рязанскую область в основном? В Рязанскую область приезжают не только из близлежащих там регионов, да, Липецк, то есть как бы Тамбов, то есть это понятно само собой, Московская область, Москва, да, 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 Коломна, то есть как бы у нас они постоянно на выходные приезжают, мы уже даже не удивляемся. Вот, больше интереса вызывают туристы Санкт-Петербурга, которые приезжают к нам вот ночным поездом, у нас с ними удобная транспортная логистика, и могут даже свою поездку спланировать таким образом, что уехать без ночевки, то есть они приезжают утром, весь день гуляют, могут даже воспользоваться аудиогидом, ну, все в основном приходят в наш туристский информационный центр за картой, и дальше уже планируют свой маршрут, и вечером в ночь могут отправиться назад, то есть даже не затрачивая средства на гостиницу, то есть как бы вот таким образом. Ну, у нас, конечно, цель, чтобы они оставались на большее количество времени и посетили больше объектов, вот, поэтому... Ну, Новый год есть такая возможность, каникулы большие, все-таки приглашаем, как бы вот уже многим туристам раздаем в календаре событий на 2019 год, потому что нас ждет очень много интересных, ярких событий. Есть ли у нас зарубежные туристы? Да, вы знаете, зарубежные туристы есть, есть, и как бы их все больше и больше, мы наблюдаем какую-то тенденцию к росту. Вот, это туристы и из Кореи даже, да, посещали наш туристский информационный, причем не в единичном экземпляре, так сказать. Вот. Чехи не так давно были, мы знаем. Да, Чехи, то есть туристы из Нидерландов, то есть, как бы из Германии, Польши, то есть, как бы вот из разных городов, из стран к нам приезжают, вот, изучают именно вот то, что рядом с Москвой. Мы поняли, что, как бы, Москву уже посмотрели, а что еще хотят увидеть, как бы, русскую глубинку, но мы видим эмоции и, как бы, понимаем, что люди приятно удивлены, ожидания их превзойдены, так сказать, вот мы превзошли их ожидания. Если говорить как раз о Рязанской глубинке, в области, что можно посмотреть, куда направиться? Ну, в области, во-первых, можно отправиться двумя способами, это в составе организованной группы или же индивидуально. В составе организованной группы наши туроператоры очень много интересных различных туров разработали, их можно также найти на сайте Рязань Туризм, забронировать прямо с сайта. Группа – это сколько человек? Группа от 20-25 человек. Если у меня столько нету. То вы индивидуальный турист. То вам подойдет второй способ. То есть для индивидуальных туристов музей постарались и разработали интересные интерактивные программы и сборные экскурсии. В этом году многие музеи, как бы, открыли такой еще новый вид, это формат сборных экскурсий. То есть когда несколько семей. То есть в определенный день, да, то есть в определенное время они собирают группу и, как бы, экскурсовод рассказывает именно для этой группы, которая приехала, пришла и так далее. Куда направиться? Вот что посоветуете? Где у нас самые активные, самые интересные программы будет в области? Ну, конечно, в первую очередь это родина Сергея Есенина. На рождественские как раз даты, 6-7, приготовлена очень интересная интерактивная программа. Калятки. Это и гадание. То есть, ну, интересно очень. Традиционная русская. Вот, ну, не забудьте обязательно посетить еще Почповский монастырь. Он работает, да? Да, он работает. Можно искупаться в источнике, набрать водички, купить монастырского хлебушка. То есть там продукты монастырские тоже очень вкусные продаются. Вот, и если, как бы, не хотите уезжать сразу в Рязань, можно остановиться на базе отдыха АК или барские забавы. То есть там даже есть, где остановиться, переночевать. И на следующий день уже заняться активным отдыхом, так сказать. Покататься на тюбе, на сноуборде, на лыжах и так далее. Если говорить... Работает, как бы, да, все функционирует. Если говорить об активном отдыхе, вот чем здесь нас может удивить в Рязани? Активным, да. У нас, конечно, на Рязани, несмотря на то, что равнинная местность в Рязани, но возможности для горнолыжного отдыха у нас тоже существуют. Да, то есть это Семен-Оленинский, где у нас есть трассы различной степени сложности для сноуборда, для горных лыж. То есть есть инструкторы, которые могут научить поставить на лыжи, так сказать. В Солочевском направлении у нас есть биатлонный комплекс «Алмаз», где уже не горные лыжи, а как бы для тех, кто любит по равнине больше покататься. Там есть каток, прокат, то есть кафе, то есть как бы... Все услуги. Да, все услуги, все услуги. Не забудьте заехать посетить музей Пожалуйста. Да, музей Пожалуйста в Солочи. Там тоже очень много различных мастер-классов ждут у гостей, и поэтому не оставляйте, пожалуйста, без внимания. Если говорить об активном отдыхе, вот что может удивить заятлого туриста, есть ли какие-то новые уникальные программы здесь? Да, вы знаете, у нас второй год, уже наблюдается такая программа «Скайджоринг». Это, да, вид спорта. В Клепиковском районе он у нас очень развит. Вот, то есть расписаны туры практически на весь январь и февраль, то есть вы можете еще успеть. Как это выглядит? Да, что-то слово такое необычное. То есть это лыжник, собака в одной пряжке, да. То есть они как бы в одной связке. То есть это лыжи, а не санки? Нет, это лыжи. То есть впереди собака, дальше сани с снаряжением лыжника и лыжник. То есть вот в таком виде. Это облегчает лыжнику, да, нагрузку и как бы добавляет приятных эмоций. Потому что от общения с собакой, конечно же, да, не может возникнуть улыбку на лице, как минимум. Ну и, конечно же, да. Это однодневные туры или многодневные? Нет, это не однодневные туры, это с ночевкой в лесу. Да, возможно, даже две ночевки в лесу, то есть там по выбору. В палатке шатрового типа с печкой. То есть обогрев есть включен? Конечно, конечно, обогрев есть. То есть появляется возможность не только пообщаться с животным, с группой, но и насладиться такой атмосферой зимнего мещерского леса. Если говорить о Касимове, традиционно там очень много музеев, очень много разных программ. Вот в новогодние праздники у нас чем-то удивить, стоит ехать. Да, вы знаете, ну, Касимов я рекомендую все-таки организованной группой посетить, потому что тогда вы полностью проникнетесь атмосферой этого города и по максимуму познакомьтесь с традициями, обычаями. В Касимове для индивидуальных туристов 4 января в 13.00 пройдет экскурсия новогодний Касимов. Поэтому я очень советую посетить. Если вы все-таки отправитесь индивидуально, то ее, да, нужно посетить. Эта экскурсия, она интересна. Отлично. А есть ли еще какие-то направления, куда можно съездить? Или только вот такие суперкрупные у нас районы? Нет, вы знаете, если еще не были в Скопине, то повод съездить в Скопин, попробовать себя в гончарном деле полепить либо на круге, либо на столе, то есть изделия какие-то, сувениры везти с собой. Отличное дополнение к новогодним праздникам. На новогодние каникулы будут работать мастер-классы Центра народных художественных промыслов и Кровеческий музей тоже предлагает сборные экскурсии. Поэтому рекомендую отправиться в Скопин. Туроператоры у нас постарались и сделали много программ, разработали к новогодним каникулам. Одна из них – это путешествие в Касимов, в гости к Снежной королеве сквозь огни новогоднего Касимова. Да, то есть рекомендую отправиться в путешествие именно вот по этой программе. Это дневной или вечерний маршрут? Это на весь день маршрут, то есть утра до вечера, да. Такая полная обзорная экскурсия. Да, обзорная экскурсия полная. Здорово. Рязани у нас претендует сейчас на звание новогодней столицы. Как вы считаете, с такой насыщенной программой есть ли у нас шансы? Да, у нас есть все шансы, однозначно могу говорить, потому что у нас с каждым годом все интереснее и разнообразнее предложения и от музеев, и от туроператоров, и то есть у нас город преображается. Как вы можете уже сейчас наблюдать, он погружен в огни, поэтому это не может не радовать. И приезжающие к нам туристы отмечают это, то есть те, кто были, например, 2-3-4 года назад, они очень отмечают то, что Рязань изменилась, изменилась к лучшему, то есть преобразился город. Что можно посоветовать гостям города? Ко многим же приезжают родственники на новогодние праздники, они длинные. Вот что увезти с собой? Есть ли у нас какие-то сувениры интересные? Да, сувениров у нас хватает. Это и скопинская керамика, и шиловская лоза для любителей деревянных изделий. Это изделия музея деревянного зодчества. У нас в туристском информационном центре образцы есть, то есть мы показываем, а приобрести можно в сувенирных магазинах. Также рязанский леденец, как сувенир, тоже пользуется спросом. Для больших и маленьких. Да, для больших и маленьких. Елочные игрушки с изображением рязанских достопримечательностей. Спасибо вам большое за интересный рассказ. Надеюсь, что новогодние приключения у рязанцев, у гостей города будут очень насыщенными, и они успеют побывать практически на всех программах, которые запланировали. Спасибо большое. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас была Екатерина Лукьянова, руководитель Рязанского туристского информационного центра. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова